Так служитель мечети оповещает верующих о начале молитвы по аналогии с христианским колоколом, который призывает на службу. Обряд поклонения, намаз мусульмане совершают пять раз в день. Об этом и многих других традициях ислама рассказали всем желающим в день открытых дверей. Цели ясны, то есть ознакомление многих национальностей конфессии с исламом, чтобы люди видели прозрачность ислама, его деятельность мусульман и что из себя представляет мечеть и мусульмане. Для школьников провели большую экскурсию, познакомились с традиционными головными уборами, а также ценными историческими книгами. Некоторые из них изданы в позапрошлом веке. Показали помещение для молитв, оно разделено на две половины, мужскую и женскую. На вопрос, зачем делить верующих, имам Хатыб поясняет, чтобы красота прекрасного пола не отвлекала юношей от молитвы. Несмотря на открытость мусульманского сообщества, многие до сих пор скептически относятся к исламу. Ни одна религия не поддерживает терроризм и тем более какой-либо радикализм. Ислам тем более борется как раз против терроризма и радикализма. И объяснение это то, что в исламе наоборот призывает добру и поваливает одобряем. Это часть законоположения ислама. Никаких ограничений для посещения мечети нет. Здесь рады и мужчинам, и женщинам. Впрочем, есть ряд правил, которые следует соблюдать. Для девушек, чтобы было, ну, как сказать, закрыто это все, и платок одевается. Ну и потом, когда заходишь, в мечети у нас ковры, потому что мы молимся на коврах, снимать обувь. И больше никаких таких ограничений нет. Знакомство с традиционными кушаниями, пожалуй, самая вкусная часть экскурсии. На столе несколько блюд до краев, наполненные разнообразными сладостями. Эти лепешки, к примеру, готовят рядом с мечетью. Муку везут прямиком из Казахстана. Самое главное – это финики у нас. Это во время Рамазана мы разговенье делаем обязательно с водой и финиками. Потому что это основной продукт мусульман, потому что один из предпочтений. Потому что оно очень калорийное, очень полезное. А здесь эти фрукты, всякие разные эти сухофрукты, тоже используются в кухне, в исламской кухне. Конечно, христианство и ислам имеют много различий. По-разному выглядят обряды и ритуалы. Впрочем, духовные заветы схожи – нести мир и любовь. Ну, в диковинку, если так сказать. Я же христианин, ну, интересно, что молитву у них пять раз в день. Женщины раздельно стоят. День открытых дверей в мечети проводят уже второй раз. В планах и дальше приглашать гостей и знакомить ивановцев с мусульманской культурой. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.